Здравствуйте! Меня зовут Ксения Крементарь, и я рада вновь приветствовать вас на информационном портале для разработчиков ITVD. Мы продолжаем исследование возможностей Python в рамках курса Python Practice. И сегодня у нас второе занятие. Звучит оно так. Постановка задачи. Подготовка к реализации. Что же нам предстоит сегодня? На этом занятии мы узнаем, что же такое постановка задачи. Что значит корректная постановка задачи? Что значит некорректная постановка задачи? Как понять, является ли постановка задачи корректной или некорректной? Как получать корректную постановку задачи? Как ее формулировать? Зачем нужна, в принципе, постановка задачи и почему она так важна? Она действительно очень важна. Дальше. Узнаем, кто такой заказчик, кто такой исполнитель. То есть основные роли при выполнении задачи. Сформулируем постановку задачи для нашего проекта GoldenEye. Постараемся ее детализировать. Составим план реализации проекта GoldenEye. Вспомним, что такое база данных, СУБД, зачем они нужны, какие СУБД сейчас существуют, в принципе. Спроектируем базу данных для проекта GoldenEye. И определим минимальный базовый функционал, к непосредственной реализации которого мы уже приступим на следующем занятии. Вот такой у нас план на сегодня. Итак, что же такое постановка задачи? Ну, я бы сказала, постановка задачи – это сформулированная заказчиком цель, детализированная достаточным образом для дальнейшей реализации исполнителем. А постановка задачи должна быть также детерминированной. То есть включать в себя критерии, по которым можно будет однозначно судить, что цель достигнута. Для чего же нужна постановка задачи? Какова ее цель? Как мы уже говорили на первом уроке, цель ее – дать полное понимание, что нужно сделать и зачем. Причем это понимание должно появиться и у заказчика, и у исполнителя. И, конечно же, это понимание, что у заказчика, что у исполнителя должно совпадать. Это может являться залогом успешного проекта. И корректная постановка задачи соответствует именно такому определению. То есть она является детализированной и детерминированной. Рассмотрим на примерах. Например, как вам такая постановка задачи? «Добавить фильтры на страничку принятых платежей». В принципе, звучит вполне понятно. Нужно добавить фильтры на страничку платежей. Что тут может быть непонятно? С другой стороны, ничего не понятно. На какую именно страничку? Какие именно фильтры? Что они будут фильтровать? Какие варианты этих фильтров? Кому доступна будет эта функция? И так далее. Вопросов очень много. И задача хорошим разработчикам, все-таки даже получая вот такую недостаточно корректную постановку задачи, добиваться ее корректной постановки. Итак, какова же будет корректная постановка задачи для нашей несчастной странички с фильтрами? Давайте сравним. Первый вариант. Добавить фильтры на страничку всех принятых платежей. И второй вариант. Добавить фильтры на страницу Payments всех платежей. Она будет доступна для всех ролей пользователей. Фильтры будут следующие. Первый фильтр. По идее операции. Это допускается целое число. Поиск по точному совпадению. Второй фильтр. По назначению платежа. Строка. Поиск по частичному совпадению. Без учета регистра. Ну и так далее. Перечисляются все фильтры. Я думаю, вы уловили разницу. То есть явно налицо уже отличие второго варианта от первого. Наша задача становится более детализированной. Понятно, куда добавить. Как проверять эту функцию новую. Кому она будет доступна. Каким ролям пользователей. И так далее. Как именно фильтры фильтровать. Как именно фильтры добавлять. Как проверять. Где будет число. А где допустимо любое значение. То есть строка. И так далее. И так далее. И так далее. Также она стала у нас детерминированной. То есть понятно, что в результате выполнения нашей задачи. Можно будет открыть страничку Payments. Увидеть на ней новые фильтры. Под любой роль это будет доступно. Ну в принципе. То есть вот это уже корректная постановка задачи. В нашем конкретном случае. И в принципе. Если бы разработчик взялся за выполнение задачи. При первой постановке. То он. Ну нельзя сказать, что он не смог бы его выполнить. Он выполнил. Он бы добавил фильтры, которые посчитал нужным. Или нашел где-то на похожей страничке фильтры. И добавил такие же. Про роли пользователей. Ну он мог бы не подумать. Зависит уже от реализации проекта. Если под каждую роль добавляется отдельно. Новые фичи. Каким-то образом. То возможно он бы добавил. Для того пользователя. Под которого он бы все тестировал. И на этом все закончилось. Ну очень много вариантов. Как можно сделать неправильно. Это всегда так. Сделав все действия, которые он посчитал нужным. Посчитав задачу выполненной. Со своей стороны обновил бы на тесте. И при проверке заказчикам. Все недостатки. Все это было выявлено. Задача опять вернулась на разработчика. С просьбой. Добавить какие-то дополнительные фильтры. Или переделать работу добавленных. Потом. Он когда он добавил фильтры. Второй раз вернулась бы. А почему не работает у этой роли. Ну и так далее. То есть. В результате имеем демотивированного разработчика. Который уже устал от такой задачи. Которая ему оказалась элементарной. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране. Или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом. Который видите на экране. И получите скидку 15% на все курсы ITVDN. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»